Первым на место своего расположения вернулся передвижной киоск «Бургер». Владелец установил его обратно спустя всего два дня после того, как незаконный торговый объект в принудительном порядке демонтировали сотрудники мэрии. Правда, днем киоска не видно. Владелец прячет его за забором на территории бывшего Тургеневского рынка. А вот в вечернее время он благополучно работает и по-прежнему занимает парковочный карман прямо у оживленной дороги. Что это? Наплевательское отношение к закону или недоработка городской администрации? Это прямое игнорирование конкретных норм местного уровня, уровня региональных властей и уровня федеральных нормативных актов. Были собраны определенные материалы по этому поводу и задействованы такие службы, как МВД и прокуратура. То есть с нами были поданы обращения в данные органы для принятия конкретных мер к лицам, допускающим такого рода нарушения. Нарушения здесь достаточно серьезные. Это нарушения общественного порядка и правил дорожного движения, и наших нормативных актов, определяющих порядок размещения нестационарных торговых объектов. Вернулся обратный киоск, ранее стоявший на улице Горького, напротив Пет-колледжа. Правда, сейчас он разместился на территории, арендованной другим предпринимателем, и пока что не работает. Впрочем, его хозяина все равно ждет серьезное разбирательство. В мэрии Черкеска поясняют, у городских властей нет цели специально препятствовать развитию малого бизнеса. Просто все должно быть оформлено как положено, с соблюдением всех требований законодательства. Ни в коем случае органы местного самоуправления не настроены на то, чтобы кому-то как-то мешать реализовывать свои права. Для того, чтобы эти права были реализованы, нужно субъектам среднего и малого бизнеса понимать, что те льготы, которые данным субъектам предоставлены, они не значат, что нужно нарушать закон. Для того, чтобы вести торговлю на законном основании, индивидуальный предприниматель должен обратиться в уполномоченный орган, отдел торгового и бытового обслуживания населением и защиты прав потребителей мэрии Черкеска. Пишется заявление о внесении дополнения в схему размещения нестационарных торговых объектов. Указывается предположительно площадь предполагаемого объекта, место его размещения и специализации, то есть ассортимента реализуемой продукции. Рассматривается данный вопрос и в мэрии, там в соответствии с утвержденным порядком размещения и так далее. А потом уже выносится на рассмотрение в Думу, и если, допустим, Дума принимает данное решение, вносится дополнительное место для размещения. До конца августа специалистами мэрии могут быть принудительно снесены еще несколько торговых объектов, чьи владельцы нарушили требования при их размещении. Но являются ли такие меры эффективными, учитывая, что через непродолжительное время снесенные киоски возвращаются на прежние места. Мария Клокова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.